Доказано, что в эпоху развития современных технологий с самым чувствительным прибором обнаружения и распознавания запахов остается нос собаки, аналогов которому нет. Оказывается, собачье чутье в состоянии определить одну молекулу вещества в литре воздуха. Обонятельная память животного хранит до тысячи запахов, различая малейшие их нюансы. Этот собачий талант используется для поисковой работы правоохранительными органами всего мира, в том числе таможнями. Согласно международной таможенной статистике, благодаря применению служебных собак выявляется до 65-70% от общего количества зарегистрированных фактов контрабанды наркотиков. Кинологическая группа, как структурное подразделение Управления по борьбе с контрабандой ГТК ПМР, функционирует с 2000 года. Основная задача кинологической группы – пресечение незаконного перемещения через таможенную границу ПМР наркотических веществ. За годы работы кинологической группы была сформирована ее инфраструктура, хорошая материальная база, наработан бесценный опыт воспитания и дрессуры собак различных пород. Однако приднестровские инспектора-кинологи отдают предпочтение питомцам с незначительными размерами, таким как спаниели и терьеры, наиболее приспособленным для досмотра малогабаритных транспортных средств и ручного багажа граждан, перемещающихся через таможенную границу ПМР. Инспектора-кинологи и их питомцы сегодня несут дежурство на таможенных пунктах пропуска всех таможен в режиме мобильной группы, перемещаясь по периметру границы в соответствии с установленным графиком. Работы у них предостаточно, особенно если учесть, что наибольшее количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами ПМР в минувшем году, сопряжено с контрабандой, приобретением и хранением наркотических веществ. Эти показатели, соответственно, составляют 34 и 32% от общего числа возбужденных подразделениями ГТК уголовных дел. Каким ухищрением только не прибегают наркокурьеры. Оборудуют тайники в багажниках, в труднодоступных частях автотранспорта, прячут в продуктах питания и под одеждой, что серьезно затрудняет поиск. Раскрыть такие секреты без помощи служебной собаки порой практически невозможно. Мы активно взаимодействуем с кинологическими организациями как ближнего, так и дальнего зарубежья, а также с ведомствами МВД и МГБ ПМР. Идет активный обмен опытом в области кинологии. Подготовка служебной собаки основана на ее естественных потребностях. При помощи игры или лакомства у четвероногих помощников-таможенников вырабатываются навыки, позволяющие успешно искать источник запаха. Например, один пес любит больше поиграть, а другой беззаветной косточки лишнего шага не сделает. Поэтому используются два метода дрессировки – пищевой и игровой. Инспектора-кинологи учитывают и то, что у каждой собаки свой характер. Пес, как и человек, может быть холериком или флегматиком. Поэтому при выборе интенсивности дрессировки каждой собаке применяют индивидуальный подход. Руководство ГТК относится с пониманием к работе кинологической группы и создает все необходимые условия для совершенствования профессиональных качеств и совершенствования работы кинологической группы. В этом году, в марте, нами были приобретены две собаки породы гладкошерстный фокстерьер. Тем самым расширяется поголовье используемых служебных собак при работе. Собаки этой породы отличаются небольшим компактным размером, высокой выносливостью и работоспособностью. Несмотря на юный возраст пополнения, щенкам исполнилось пять месяцев. Их уже приучают к жизни служивых псов. Начался период активной работы с аппортировочными предметами, а также освоение курса начальной дрессировки. Кроме того, они уже успели зарекомендовать себя с наилучшей стороны на престижных международных выставках собак всех пород, состоявшихся в Одессе 14 и 15 мая под эгидой Кинологического союза Украины. В выставке приняли участие около тысячи собак различных пород, лучшие представители которых прибыли из различных городов Украины, Молдовы, Приднестровья, Белоруссии и России. Кинологические выставки проводятся с целью определения уровня стандарта породы. На этих выставках определяется не только красота собаки, но и ее физические данные, ее психическое состояние. Собаки с великолепной уравновешенной психикой лучше поддаются дрессировке, что немаловажно для структурных подразделений. В ходе выставки породной собак оценивали международные эксперты из Италии, Болгарии, Сербии и Украины. Наши щенки выступали в своей породной возрастной группе в классе Бэби. Это маленькие собаки возраст от 3 до 6 месяцев. В первый день, 14 мая, на первой выставке был представлен Атос. Он занял титул лучшего Бэби породы и участвовал в Best in Show. Он завоевал в своей возрастной группе, в своей породе, первое место. Айян своими породными качествами покорил судью и занял в Best in Baby из более 20 участников третье место. А в последнее воскресенье мая служебные собаки ГТК приняли участие в международной выставке Гран-при 2011 на Кубок Госадминистрации города Террасполя. В рингах было выставлено более 200 собак различных пород, в том числе пятимесячный фокстерьер Айян и уже опытный английский кокер Спаниэль Уайт, несколько лет ведущий поиски наркотиков на таможенных пунктах пропуска. Собак оценивали судьи-эксперты международного уровня из Англии и России. Айян в классе щенков был признан лучшим среди кобелей породы и получил оценку образцово выращенной. Уайт также стал лучшим кобелем породы, лучшим представителем породы и лучшим в группе охотничьих собак, заняв в итоге третье место и получив титул кандидата в чемпионы. И на этот раз служебные собаки таможенного комитета показали отличный уровень, а актив кинологической группы пополнился новыми медалями, дипломами, сертификатами классности и кубком. Впереди у молодого пополнения кинологической группы трудные месяцы социализации, дрессировки и развития поисковых навыков, а затем ответственная служба на рубежах нашей республики, где ситуация, особенно на Молдоприднестровском участке, остается сложной. Львиная доля наркотических средств растительного происхождения, которые нарушители пытаются контрабандным путем вести в Приднестровье, поступает с территории Республики Молдова. Неудивительно, что согласно докладу полицейской службы Европейского Союза, именно Республика Молдова является одним из главных поставщиков наркотиков для украинского порта Одесса. Многие годы таможенная служба Приднестровья является барьером для наркотрафика и делает все, чтобы повысить эффективность борьбы с ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова